В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Бизнес в тени. О нелегальном секторе экономики Дагестана расскажем в начале выпуска. Готовимся к Большому хаджу. Аттестация руководителей групп паломников прошла в Махачкале. Навстречу Кавказским играм. 13 мая в Махачкале пройдет Третий республиканский фестиваль народных видов спорта среди юношей. Около половины дагестанцев работают в теневом секторе экономики. Такие данные озвучил полпредпрезидента Юрий Чайко в ходе совещания на Кавказской инвестиционной выставке. Прежде всего, проблема неформальной занятости наблюдается в сфере малого и среднего предпринимательства, в целом же неудовлетворительной ситуации и в других регионах СКФО. Теневая экономика, по словам полпреда, является одной из самых острых из нерешенных в округе проблем. Чайко считает, что нужно создавать такие условия, которые были бы стимулом к легальной деятельности. В частности, снижение налоговой нагрузки и создание индустриальных и промышленных парков. По оценкам Росстата долей занятых в неформальной экономике в субъектах округа составляет около половины работающего населения, что вдвое больше среднего значения по Российской Федерации. Поэтому в настоящее время крайне важно создать такие условия, которые бы стимулировали участников рынка к легальной деятельности. В качестве таких механизмов можно было просмотреть развитие системы финансово-кредитной поддержки, предоставление льготных кредитов, расширение финансовой базы гарантийных фондов, снижение налоговой нагрузки, в том числе на легализуемые предприятия, инфраструктурную поддержку через создание индустриальных и промышленных парков и другие. Горные территории имеют огромный потенциал в привлечении инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках Кавказской инвестиционной выставки на панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО» в поиске новых ниш. Премьер региона уверен, что край имеет огромный потенциал также и в решении вопросов продовольственной безопасности. Горные территории Кавказа характеризуются уникальностью природных условий, различием культуры, языка, традиций, религии и менталитета. К населяющимся и к народу все это и есть богатство нашего северокавказского региона. Они критически важны для экономического роста страны. В регионах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря расположено порядка 1700 населенных пунктов. Это более половины всех населенных пунктов СКФО. В свою очередь горные районы Дагестана занимают 44% территории. Это 22 тысяч квадратных километров. Здесь проживает треть нашего населения. Это около 1 миллиона человек и соответствующее количество населенных пунктов. Через снег и в югу на горные пастбища. Кадры любительского видео, где отара овец Гумбетовского района попала в ненастье, разлетелись по соцсетям. Непогода не остановила чабанов. Несмотря на неожиданно выпавший на Харибском перевале обильный снег, горцы продолжили свой нелегкий путь. Так, благодаря стойкости пастухов, более 2000 овец благополучно перешли опасный участок перегона и в течение нескольких дней уже будут в пункте назначения. Отметим, что в республике продолжается перегон мелкого рогатого скота с зимних пастбищ на летние. Всего в горы должны вернуться более полутора миллионов овец. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ и фонд Инсан продолжают рассказывать о тяжело больных детях. На прошлой неделе мы помогли пятилетнему Саиду, собрав почти 255 тысяч на курс реабилитации. На этот раз мы расскажем о 13-летней Заире, которая также нуждается в нашей с вами поддержке. В продолжение темы сюжет Лорианы Шамхалаевой. Давай, Слава, упирайся на ножки, ставь ручки сюда, поднимайся на вырезок, поворачивайся. Каждое движение – это колоссальные усилия и преодоление боли. Заира уже 13 лет живет с диагнозом ДЦП. У нее спастичность конечностей, без помощи мамы девочка не в состоянии обслуживать себя самостоятельно. Зарема вспоминает, что практически до самых последних месяцев беременности ждали появления на свет здоровой малышки. По ее словам, возможно, имеет место быть врачебная ошибка. У меня на последних сроках было, как бы, на сохранение их я лежала. Там угрозы были, все, но на сохранение сохранялось. Но на восьмом месяце получилось так, что я родила. Ну, сказали гипоксия, потому что там было, вечером попало, утром только начали готовить меня. И вот за это время гипоксия у ребенка произошла. И, ну, как говорится, в свое время на воскресенье они не приняли мне рода и отложили на понедельник. И вот эта гипоксия, там, 12 или больше часов, она была без вод, получается. И вот это тоже, как сказать, сказалось на ней. София, давай, поднимай. Видите, да, это тяжело. Только что ножки на пол у вас ставьте. Ножки все здесь. У девочки слабая правая рука и деформации стоп. Маме приходится проводить ежедневно занятия самостоятельно. Помимо этого, Заире нужны и профессиональные сеансы реабилитации, и специализированные приспособления для детей с церебральным параличом. Ребенок получает пенсию, то, что, вот, бывают фонды помогают, и российские фонды нам коляску оплатили, и сам нам сейчас активную коляску оплатили, перевели деньги. До этого вот фонд «Помоги Орг», российский фонд, к нам вот этот вертикализатор, он тоже около 200 тысяч стоит. Ну, как бы для таких детей ничего дешевого нет. В два раза больше все завышается. Решается, элементарно даже, начиная с ходунков, и кончая уже колясок по полмиллиона, и по миллиону коляски есть. Поэтому, по-любому, родители за свой счет, сколько бы мы ни работали, мы не сможем, как бы, купить это все. Если пропустить несколько домашних занятий или один курс реабилитации, по словам мамы, у девочки начинается серьезный откат. В этот раз семье по советам врачей необходимо собрать сумму на очередную терапию, но уже за пределами Дагестана. Мы собираемся ехать в Сакуру. Это Сакуру реабилитационный центр, который находится в Челябинске. Реабилитация у нас будет проходить три недели, это 18 дней. И сумма этой реабилитации 223 тысячи 50 рублей нам выставили. Туда входит и логопед, там гимнастика стоп, там ЛФК, АФК, невролог консультации, проживание там же в этом, в их центре. У меня вера в то, что она когда-нибудь встанет на ноги и начнет ходить. Это наша большая мечта. Мы Всевышнего всегда просим и надеемся, всегда просим Всевышнего, надеемся на Всевышнего в первую очередь, на людей, которые нам всегда помогают и не проходят мимо. Ну и, конечно, больше всего Зайра сама должна этого хотеть. Да, Зайра? Она этого очень хочет. Шансы на улучшение здоровья Заиры действительно есть. Так давайте же объединимся и поможем осуществить мечту этой улыбчивой девочки. Для этого нужно просто перейти по QR-коду на вашем экране и подтвердить перевод. И, возможно, благодаря вам уже в скором времени именно этот ребенок сделает свои первые самостоятельные шаги. В Махачкале состоялась аттестация для руководителей групп паломников на Большой Хадж. В ней приняли участие порядка 400 человек. Это известные ученые-богословы, выпускники высших исламских вузов и религиозные деятели республики. Подробнее о том, как проходил экзамен, в материале Хамзы Нурмагомедова. 20 вопросов, на которые необходимо дать письменные ответы. Экзамен для кандидатов на должности руководителей групп паломников в Хадж в этом году организовала компания «Марватур» совместно с Муфтиятом республики. Для нас очень важно, чтобы каждый руководитель группы был компетентен в своих вопросах, и канонических, и организационных. И для проверки аттестации, дальнейшего повышения их квалификации, мы проводим такого рода экзамены, по итогам которого будет оценка проводиться, знания, канонические знания обрядов Хаджа, и которые будут дополнительным таким критерием для отбора наиболее подходящих, наиболее активных в этом направлении кандидатов, чтобы наш Хадж для дагестанцев проходил наиболее профессионально, комфорта и без каких-либо проблем и сложностей. Здесь-то среди наших руководителей, тех, кто подал заявки, тех, кто пришли на экзамен, практически нет такого человека, который не знал бы основные вещи, основные аспекты, и многие опытные люди, их знаниях нет сомнений никаких, но поскольку таких людей очень много, для этого и сделали экзамен, для того, чтобы выявить еще более лучших людей. Аттестацию проходят в основном те, кто имеет исламское образование и опыт руководителей паломников на святых землях. Всего в экзамене приняли участие порядка 400 человек, он проходил в две смены, каждая из которых длилась полтора часа. Конечно, это очень важно и очень полезно, как для самого руководителя, так и, естественно, для паломников. Потому что вроде ты это все изучал, это все хорошо знал, когда проходит время, это забывается. И даже такие вещи, как будто бы ты знаешь, уже оказываются забытыми. Поэтому очень правильно, что такие экзамены делают. Мы сами тоже получаем пользу. Для паломников тоже будет это пользу. Это служить паломникам, это для нас честь, иншаллах. Будем стараться. Барак Аллах, что сделали так, очень приятно было. Для меня она очень большой опыт дала, который книги давно не открыли, мы открыли, посмотрели. Это плюс каждому руководителю, как они будут обслуживать в своих паломниках, в святых землях. Она очень сильно стимулирует каждого руководителя, чтобы помочь своему паломнику с каждым ответом. Очень хорошие ответы были, вопросы были, ответы были, подготовленные вопросы были, грамотные, четкие. Барак Аллах организаторам. По итогам аттестации из 400 участников, в качестве руководителей группа едут 250 счастливчиков. Всего в этом году из Дагестана. На святые земли отправится порядка 10 тысяч верующих. Хамзу Нурмагомедов, Халида Ахмаев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Боксер Расул Магомедов остановился в шаге от золота на первенстве Европы среди юниоров. Эти международные соревнования среди спортсменов 17-18 лет проходили в Армении. Боксер из Дагестана занял второе место в весе до 54 килограмм. В финале Магомедов уступил представителю Грузии Гуру Арвазяну. В трех других поединках он превзошел соперников из Венгрии, Италии и Польши. Еще двое наших спортсменов, Магомед Паштаев и Рамазан Магомед Ханов, уступили в полуфиналах и стали третьими призерами первенства Европы. Бег на разные дистанции, метание гири и перетягивание каната. 13 мая в Махачкале пройдет третий республиканский фестиваль народных видов спорта среди юношей. Кавказские игры на призы олимпийского чемпиона по боксу Гайдарбека. Гайдарбекова соберут около 150 школьников из разных уголков региона. Соревнования будут посвящены памяти заслуженного тренера России Магомеда Магомедова. Самых сильных и ловких определят в восьми дисциплинах. Кульминацией станет турнир по перетягиванию каната, где участникам предстоит проявить командный дух. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова